Такую возможность посмотреть матч под открытым небом десногорцам организовали администрация города и руководство «Атомтранс» при поддержке Смоленской атомной электростанции. Специально для этого события наша телекомпания проложила кабель на сцену и предоставила сигнал. Горожане были рады воспользоваться таким шансом. Эта площадь еще никогда не видела такое количество единомышленников. Крики «Россия!» возникают спонтанно, но одновременно. Это национальный праздник. Наша сборная впервые в истории современной России в четверть финала чемпионата мира. Это уже стало сенсацией 21 века. Сборная России, подгоняемая криками болельщиков, начала матч с высокого прессинга. В первом тайме Россия вышла вперед благодаря чудесному голу Черышева. Но еще до перерыва Краморич восстановил равенство. Площадь гудела и ревела вместе со всей страной. Даже дождь не пугает болельщиков. Никто не разводится. Все смотрят на экран. Сергей будет разводить атаку. У Сергея Игнашевича очень хороший первый пас. Каждый выпад хорватов болезненно воспринимался болельщиками. До последнего десногорцы верили, что победа будет за сборной России. Хотя понимали, что соперник довольно силен. Я надеюсь, конечно, и очень уверен, что победит сборная России. Это безусловно должно быть так. Но, конечно, хорватов я не могу исключить, потому что это очень сильная сборная. Но будем надеяться и болеем за наших, что Россия чемпион. Судя по всему, хорваты сильнее, если честно. Мы всей семьей, да, конечно, болеем. Это же такое событие. Четвертьфинал, выход в полуфинал, такая возможность. А ты как думаешь, кто победит? Россия. Конечно, Россия. Мы здесь в Белоруссии и переживаем за это. Вообще даже никаких сомнений. Ура! Россия вперед! Здесь тысяча человек. В Десногорске столько людей не набиралось. На День молодежи, на все праздники. Тут пришли на этот матч тысячи человек. И мы ждем. И верим. Честно. Полуфинал наш! Наш! Россия вперед! Давай, Россия! Давай! Давай! Основное время так и закончилось в ничью, и встреча перешла в овертайм. В первые 15 минут забитым мячом отметился вида, что привело в движение толпу. Но за несколько минут до конца матча Россию спас натурализованный бразилец Марио Фернандес. Восторгу болельщиков не было предела. Ну а потом, как и в матче с Испанией, пришлось бить пенальти. Это уже была лотерея, в которой 11-метровые удары не смогли реализовать Смолов и Фернандес. Акинфеев старался, но вытащить команду не смог. В итоге 3-4 в пользу хорватов. Сборную России вряд ли теперь хоть кто-то упрекнет. Наша команда фантастически выступила на чемпионате мира. Пробилась в четверть финала и лишь из-за случая не прошла дальше. Продолжение следует...